Добрый день. Мы на канале компании «АвтоСтронг» – одного из крупнейших поставщиков запчастей в Республике Беларусь. На нашем складе 6 ярусов, 80 000 наименований. Запчасти из Европы, Соединенных Штатов и Кореи приезжают именно сюда. В наших видео мы рассказываем много всего интересного и полезного о БУ запчастях. Сегодня гостем нашей программы будет один из лучших и надежных моторов Opel 1.8 Z18XER. Мы расскажем о всех нюансах этого мотора. А теперь немного справочной информации. Данный мотор устанавливался на многочисленные модели Opel и Vauxhall, Chevrolet, Buick, а также на Fiat Cromo и Alfa Romeo 159. Этот мотор появился в 2005 году. Можно сказать, что он без каких-то интересных особенностей, но можно выделить два момента. Один из них – это первый мотор Opel, который был оснащен системой фаз газораспределения. Второй момент – в нем любопытная система изменения длины впускного коллектора с барабаном, а не с заслонками. Здесь используется зубчатый ремень ГРМ, который производитель рекомендует менять каждые 150 тысяч километров, но в народе его иногда меняют и на 80. В целом этот узел никаких нареканий не вызывает. Это впускной коллектор нашего мотора. Обычно для изменения длины впускных каналов производители используют заслонки, но Opel придумали барабан. Как мы видим, барабан – это хитро выдуманная заслонка. То есть так он закрыл каналы, так он открыл каналы. Для чего все это нужно? На низких оборотах, чтобы крутящий момент был повыше, воздух идет по длинному каналу, то есть таким образом он разгоняется. А на высоких оборотах, когда дроссельная заслонка открыта по максимуму, воздух идет по короткому каналу. Вот это теплообменник с нашего мотора. Вот это деталь с корпусом масляного фильтра. Здесь циркулирует масло, здесь циркулирует антифриз. Есть небольшая прокладочка. На 80 тысячах ее пробивает и масло может смешаться с антифризом либо наоборот. И это первый нюанс нашего мотора. Это модуль зажигания. Не поверите, но эта деталь тоже расходник. Хватает ее на 70 тысяч километров. Его срок службы может быть еще короче из-за несвоевременной замены свечей зажигания, некачественных свечей, а также свечей с большим зазором и если туда попадет влага. И обычно пробивает вот эту изоляцию. Но здесь все в порядке, поэтому этот расходник прослужит еще долго. И третий нюанс. В клапанной крышке находится мембрана системы вентиляции картерных газов. Она резиновая, то есть если она рвется, то начинается подсос воздуха вот из этого небольшого отверстия. При подсосе воздуха нарушаются режимы работы двигателя, то есть масло выдавливается через сальники, сгорает в цилиндрах и затягивать с этой проблемой не рекомендуем. Вот здесь находится данная мембрана. Так как открыть этот корпус, не повредив внутренности, не представляется возможным, данная проблема решается заменой клапанной крышки. Поэтому эти клапанные крышки пользуются очень большим спросом в компании «АвтоСтронг». И четвертый нюанс данного мотора. Вот это датчики распредвалов. Они считывают показания положения распредвала по положению серповидных выступов. На моторах до 2008 года распредвалы были неудачные. То есть вот эти серповидные выступы сдвигались и датчики их не видели. Соответственно из-за того, что показаний вообще не было, мотор не заводился и приходилось менять распредвалы. Сейчас мы видим распредвалы и постель распредвалов. Данный цвет нетипичен для бензинового мотора. То есть здесь присутствует некая закоксованность, но даже несмотря на это мы видим, что кулачки распредвалов в очень хорошем состоянии. Это муфта изменения фаз газораспределения, он же фазовращатель, то есть состоит из двух звезд. Внешняя соединена с ремнем, внутренняя посажена на распредвал. Эти звезды могут проворачиваться относительно друг друга и тем самым обеспечивается изменение фаз газораспределения. Если происходит перебой в системе подачи масла, то наполняемость вот этих карманов маслом ухудшается и происходят сбои в работе системы газораспределения. Фазорегулятор начинает шелестеть, тарахтеть и со стороны это напоминает дизельное тарахтение. И, похоже, проблемы со смазкой этого двигателя были. В ранних моторах из-за брака отливки случалось течь масла вот здесь вот на стыке. А сейчас оценим состояние шелек распредвала, но в данном случае никаких проблем нет. Еще одной особенностью данного мотора является то, что здесь нет гидрокомпенсаторов и тепловые зазоры надо регулировать каждые 100000 километров путем подбора вот этих вот стаканчиков. Только что сняли головку блока и состояние цилиндров практически без замечаний. То есть хон присутствует, задиров нет, но есть небольшие потертости со стороны впускного коллектора. Поддон у нас не простой. В этот поддон установлен масляный успокоитель, то есть он служит для того, чтобы предотвратить разбрызгивание масла. Это обычно атрибут гоночных моторов. Ну а на обычных моторах этот щиток обеспечивает стабильный забор масла с поддона во всех ситуациях. Несмотря на то, что у этого мотора были проблемы с заменой масла, поршень не пострадал. То есть кольца подвижны, графитовое напыление практически не стерто и вкладыши в отличном состоянии. У нас поршень современной конструкции, то есть он облегченный за счет того, что у него короткие юбки. Юбка является направляющей. Чем больше юбка, тем стабильней поршень ходит по цилиндру. Именно из-за такой конструкции юбок у нас образовалась небольшая заполированность в цилиндрах со стороны впускного коллектора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот очередной коленвал, к которому нельзя придраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разборка закончена и только что мы показали, как происходит дефектовка моторов в компании «АвтоСтронг». Что касается нашего мотора, то несмотря на то, что мы обнаружили следы несвоевременной замены масла, все основные детали остались в отличном состоянии. Эти детали вы можете купить в компании «АвтоСтронг». Подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на наш YouTube канал, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только качественные хорошие запчасти с доставкой и гарантией. И пишите в комментариях, какие видео вы хотели бы видеть в следующих выпусках. Спасибо и с вами была компания «АвтоСтронг». До свидания. ПОДПИШИСЬ!